В этом видео... ...в душе вместе, чтобы сэкономить время. Она моет мне писюн, а я мою её киску. Но для брата и сестры такое в порядке вещей, верно? Да, конечно! Ну, конечно же, да! История, сюжет начинается следующим образом. Я запускаю мод Холодное Лето. Почему-то, когда я его запустил, она была надпись прохладная. И сразу начинается гейплей. Дамы, я играю в Доки Дофи... Так, снова. Я не бросал, просто был Человек-паук. Я рассказывал о последней серии по Доки Дофи, которая, в принципе, выходила. Я хотел заняться Пауком, но тут стримхат была. Я ещё ездил на Дэдфест. Поэтому, как вот всё наложилось, и получилось, что у нас целую неделю практически не было Доки. Чёрт возьми, надеюсь... Надеюсь, ещё не все любители Доки отписались от меня. Я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Очень страшно быть, если я выпущу серию. Все такие, типа... Так, чё-то я давно не был. Ладно, неважно. Неважно. Продолжаем играть в Доки. Я буду дальше проходить русские сюрпризы мод про Юри, но решил сегодня начать новый, новый мод. Разъявите кнопку лайка и комменты, как обычно, попадут в следующую серию. Всё, как всегда. Твой персонаж, я, Юрия и Саюрия. Ни у кого из нас нет родителей. Так, а в чём прикол холдного лета? Тут родители сейчас появятся. Официальный. Вы мисс Саюри Синнабану? Постой, официальный? Что значит официальный? Ага, это я. У меня проблема? Нет, нет. В общем, вы всё делаете правильно. Так, и что это значит? Что она делает правильно? В случае с Саюрия, ты всегда ходил с ней в школу. Кто знает, сколько уже её родителей были за кадром. Ну, как бы, а зачем нам знать её родителей? Часто в аниме про школьников родители, в принципе, не присутствуют. Потому что нахрен они нужны, они портят школьную идею. Как в сок-фруктовый сад. Мне востряет моего орла. Привет, орлы! Не поздоровался с вами, как с орлами. Скатился. Что-то пошло не так, как должно было. Что? Что? Они в больнице? Отведите меня к ним, пожалуйста. Нет, мисс Синабану. В смысле Саюрия. Позвольте кое-что объяснить. Что же мне сейчас будут объяснять? Ведь, может, именно поэтому она в депрессии. Скорее всего, её родители погибли в автокатастрофе. Почему они все в автокатастрофе? Почему не в авиакатастрофе? Почему не цунами? Почему не торнадо? Почему не ядерная война? Обязательно автокатастрофа. Что, в конце концов, они загрызли дикие собаки на улице? У меня тут есть дикие собаки, они, по-моему, уже кого-то загрызли. Поэтому реалистично. И она пыталась быть рядом с ними всё это время. Нет, 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 нет. Не волнуйся, Саюрия. Мы позаботимся об этом. Посмотри на меня, дорогуша. Поблизости есть кто-нибудь из членов твоей семьи или из близких друзей? Из членов семьи, а? Твою мать, что это за третий класс? Интересно, очень интересно. Скажите, если всё это произошло, то как вы это перенесли? Почему бы нам не выяснить это в месте? Нифига себе, музыка, как будто я в Матрицу попал. Что ещё происходит? Команда Сальвата! У-у-у! Курильня, Маунти, переводы модов. Её лучше не всегда вперди. Литературный клуб Тук-Тук. Прохладное лето. Всё-таки не холодное, а прохладное. Музыка качает, а Евген голый. Тупо отдыхает. Накачал мышцы, делая отжимания. Тупо накачал мышцы. Молодой атлет, культурист. Слишком громко. Я музыка, щас умру. Блин, музыка огонь. Кто напишет в комментарии, что за трек получат сердце? Новая игра. Вас сперва спросят имя вашего пейсажа, потом спросят ваше имя. Как игрока, они могут быть одинаковыми или разные на вашу смай. Хорошо. Мне, в принципе... Блин, смотри, вот эта анимация. Блин, главный герой, наконец-то, не похож на лютого урода. Назовите главного персонажа. Его будут звать гус... Блин, я, ребят, вспомнил! Гусарские прези. Блин, нельзя. Его будут просто звать гусар... Гусарские прези. Блин, а почему нельзя дальше гусарские прези? Блин! Гусарский... Просто пресс хотя бы. Гусарский пресс. Гусарский презерватив. Но мы все будем знать, что он гусарский. Ведите ваше имя как игрока. Меня будут звать Адольф. Адольф. Абсолютно нормальное имя, Адольф. Как вы предпочитаете писать? Господи! В каждом моде уже спрашивают. Да и как я предпочитаю? Да как? Ай, пусть будет первое. Я выключил будильник на своем айфоне X. Сегодня я умудрился встать за несколько минут до его молодого включения. Я особо не горел желанием пойти в школу сегодня. Но, по крайней мере, мне хватит сил пройти через всю эту учебу. Как только уроки кончат, я проведу время со своими ебанутыми друзьями в литературном клубе алкоголиков. Ну, то есть, как бы литературный клуб, но мы скрываем там клуб анонимных алко-менов. Членом которого я являюсь. Ну, слава богу, что я хотя бы сам членом не являюсь. Совместное времяпрепровождение является главным событием каждого нашего дня. Я тоже умудрился там найти себе девушку. То есть, у нас есть девушка. Сука. Вот это мне нравится. Ну, перед всем этим, мне надо сделать парочку важных дел. Какое? Пописать сходить с утра? Ух ты, нифига себе. Нет, ну реально крутой мод. Мне все его советовали, говорили, поиграй в ген. Я думал, да нехуй, это хуйня. А оказывается, мод охонь. Добрый мод. Я прошел в коридор... В коридор... Постой. Я прошел в коридоре до спальни. Твою мать, я не знаю. Украинцы переводили мод? Которая рядом с моей. Дверь была слегка поломана ногой, но не закрытой. Мы все знали о том, что она не заперта. Я не знаю почему, но папа поставил такое правило, что нельзя закрывать свою дверь. Вот с этого все началось. Постой, папа поставил, что ей... То есть папа женщина у нас. Окей. Ну в современном мире у тебя может быть папа женщина, мама мужчина. Или даже гермафродитом. То есть там и писюны, и пиздуны. Вообще все, что хочешь есть. Ну, современный мир. 2К18, ребята. Я осторожно открыл дверь. Саверия спала в своей кровати, вместо того, чтобы делать там Black Bacardi, как я и ожидал. Прошло уже 6 месяцев с момента ее удочерения, и на то, чтобы привыкнуть к ней, у меня ушло мало. Постой, я играю за кого? Я не понял. Я играю за... За школьника, или за человека, или за отца. Я подошел к ней, осторожно приложил руку к ее сиське. Доброе утро, солнышко! Русская озвучка? Можно посмотреть, то бив глаза. Я не готова. Да ладно, у тебя уходит больше времени в подготовку, нежели у меня. Я хочу знать, что тобой движет. Твою мать, что ты ебанутый как. Блин, нифига на нее рубашку натянули, смотри. А улыбочку? О, улыбочка проявилась. Хорошо. Увидимся через пару минут. Да так, маршетин. Я погладил Сайори по голове, после чего пошел ванну. Саня. Мы с Сайори делим эту ванную. Порой мы сталкиваемся с довольно неловкими ситуациями. Порой мы моемся в душе вместе, чтобы сэкономить время. Она моет мне писюн, а я мою ее киску. Но для брата и сестры такое в порядке вещей, верно? Да, конечно! Ну, конечно же, да! Наверное. Пусть даже мы стали родственниками в прошлом году. Ну, тогда бы не брат сестра, инцеста нет. Но я волнуюсь за нее. То есть инцеста, это же как бы по крови вы брат сестра. А если вы брат сестра просто по документам, ну, похуй, сжег документы, пошел тарахнул со стойкой. Даже после инцидента с ее родителями она ведет себя немного по-другому. Поначалу в этом был смысл. И жизнь от такого сильно изменилась. Ей не с кем быть, и она не из тех людей, кто может проявить в этой ситуации инициативу. У нее был серьезный разговор с семьей, но в итоге моих родителей было просто уговорить на удочерение. Она уже давно является моей лучшей подругой. Мы раньше всегда были вместе. Стать частью семьи это не просто выбор, это был ее единственный выбор. Мы обеспокоились из-за того, что у нее, похоже, все время какие-то проблемы. Она постоянно просыпается поздно, а порой складывается впечатление, будто она вообще вымоталась. Она мне вообще ничего не говорит. Я все еще вижу свет в ее глазах, ее подскокивая в шагах, к которым я уже привык. Но у меня такое ощущение, будто это ее сторона. Она начинает постепенно угасать. День рождения Сайори будет через три дня, ребята. Три пальца. Три полоски. Три полоски. Лучше, чем две полоски, потому что две полоски это пиздос. Это будет ее первый день рождения, который она отпразднует со своей новой семьей. Но она также впервые отпразднует его без старой семьи. Смогу ли я утешить свою подругу? Или же свою сестру и снова увидеть ту радость? Ну, постой. Постой, постой, постой. Главный герой говорил, что у нее в литературном клубе появилась девушка. Неужели он встречается с Нацукой? Не знаю, смогу ли я, но я решил попробовать. Лучше бы он встречался или с Мулик, или с Юрием. Если он встречается с Нацукой, я удаляю канал. Я оделся и вернулся, чтобы поведать с Аюлей. С Юлей все еще... Блин, это озвучка. С Юлей все еще вон в своей кровати танцы в моей кровати. Но сидела и подтягивалась. Как у тебя дела? Так, ясно. Пока не родила. В таком случае, если ты не возражаешь, не успела начать свое высказывание, как я быстро раздвинул шорты, чтобы запустить солнечного зайчика в трусы к себе. Нет! Да ладно тебе, ты знаешь, солнышко любит тебя. Я тоже люблю солнышко, но я не готова к нему. У меня фототропия. То есть, боясь солнечного света, кожа, как у вампира, начинает гореть на солнце, и я превращаюсь в пузырчатую массу. Если ты будешь тянуть время, то мы опоздаем. Сходи умойся водой. Если тебе... Этого тебе хватит для начала. Я пока посмотрю, что она мама оставила на завтрак. У нас есть время на то, чтобы поесть за стол вместо того, чтобы перекусить по дороге? Это зависит от тебя, дурочка. Собирайся уже. Будущее зависит от тебя. Мегафон. Сайюри кивнула и снова потянулась. Я пошел в дверь, чтобы дать ей шанс на подготовку, но как только солнечный свет осветил всю комнату, я заметил то, что потерял раньше. На ножницах, в которых жаль на СТ, было пятно от крови. Я подобрал их и развернулся. Сайюри! Так, ясно. Она решила прорвать свою девственную плеву ножницами. Пиздец. Во что я играю? Это в какой пиздец вы мне посоветовали? Сайюри трахнулась себя ножницами. Что дальше? Юрий трахнет себя ручкой? А-а-а-а! Сайюри! Это уже четвертый... На четвертый раз уже ледственности себя лишает. Охренеть. Я сделала то, что и сказал. На этот раз я забинтовала рану. Дай посмотрю. Я положил ножницы обратно на стол и подошел к ней поближе. Эм... Ты так и будешь докучать мне, пока я не покажу, да? Я торжественно кивнул. Ладно. Сайюри посмотрела на меня странным взглядом и закатала свой рукав. У нее на руке была засохшая краф и намотанная в несколько слоев бынт. Понятно. Пойдем промоем твою руку. Я взял Сайюри за руку и отвел ее в вунную. Вунная комната. А-а-а! Она немного сопротивлялась, но я осторожно поставил ее у раковины рачком. Я взял немного бинтов, свежие марлевые компрессы и мочалку и шкафчик и начал промывать ее раны. Эм... Знаешь, ты не разозлился на Юрика, а узнал, что она творит с собой такое. Сайюри. Так, нужно сохраниться, потому что сейчас будут выборы, выборы. Мне такое не особо нравилось. Это на нее так не похоже. Она не моя сестра, вот что я скажу. Ну, в смысле, в отличие от меня. Сайюри, ты теперь моя сестра. В каком-то смысле это всегда ею была. Я забочусь о тебе. Так что перестань бросать себя из стороны в сторону. Ну, ладно, ладно, я запомню. Эта девушка, она вообще понимает, что мне не все равно на нее. Я не понял, они встречаются или что? Что между ними сейчас происходит? Это любовь или это дичь? Как только я тер засохшую крафт, я заметил на ее руке три большие полоски. На ее устранение уйдет какое-то время. Но я думал, что ситуация обстоит куда хуже. Я даже не думал, что от этого останется трудно залечивание шрама. Ребята, а вот вы что думаете? Что я буду делать под запись этого видео? Напишите в комментариях. А я пока скажу. Я буду варить макароны с сыром, потому что я купил сыр. И как бы я хочу макароны жестко. Я купил крутые макароны, крутой сыр. Я сейчас буду жестко хотеть все это скушать. И, в общем-то, серия по этому будет немножко короче, чем обычно. Пусть я хочу есть. Но их устранение уйдет какое-то время. Но я думаю, что ситуация обстоит куда хуже. А, это я же прочел. Я намотал новые марлевые компрессы и менты вокруг ее рук, руки. И осматривался вокруг, пытаясь найти то, что могло бы поднять настроение. И, кажется, нашел такую штуку. Это был вибратор. Эй, Сайори. Что мне думать, когда я захожу в ванную и вижу это? Я показал наброшенную пару ее трусов на полу. Твою мать. Ничего. Я просто забыла. В смысле, когда буду переодеваться, соберу их обратно. И знаешь ли, меня немного смущает то, что я захожу сюда и вижу, как лифчик свисает на перекладине. Пока она отвлеклась, я улыбнулся и намотал ей на руку бинты. Не трогай его. Нет, правда, не трогай его. Я сама его потом заберу. Ай. Все, я закончил с бинтами. Теперь твои руки и шанс на регенерацию. Никто об этом не узнал. Спасибо. Теперь я могу пойти собраться. Я не буду ее трогать. Ладно, увидимся через пару минут. Сайори закрыл дверь. После того, как я вышел, после чего я спустился на кухню. Еще голову хочу помыть. Наши родаки утром уехали по делам в Осаку на несколько дней. Но они приедут вечером. И мы отпразднуем день рождения Сайори. Happy birthday to you, Сайори. Fuck your dog. Ой, простите. Случайно не эту песню включил в голове. Мама сегодня приготовила обед и оставила нам яичницу с колбасками. Охотничьими, которую я смогу разогреть. Сайори и я обычно дожидаемся момента, когда мы откроем свои ланчбоксы вместе, чтобы потом поделиться впечатлениями. А постой, то есть их не одинаковая еда. Ха, это интересно. Первые пару дней было странно, что мы одни будем кусать. Миски лучше класть по очереди, поэтому я поставил одну микроволновку и смотрел на часы, дабы убедиться, что у нас останется время на еду, как хотела Сайорка. Так, ожидание, ожидание. Это загрузочная полоска. На отмывание крови Сайорук у меня ушло несколько минут. Возможно, я поймаю, как она будет собираться. Он Сайори будет есть по дороге в школу. Я поставил вторую миску, из которой будет есть Сайори и завел мик... Блин, завел микроволновку, я представляю, там вот такая ручка, и он взял ее, покрутил, и микроволновка такая... Как старый, блин, генератор бензиновый. Я поставил вторую миску с порцией в микроволновку и включил ее. Пока я смотрел на миску, я дважды подумал. Должно быть, Сайори было плохо, раз она себя резала. Будет ли честно с моей стороны заставить ее поесть, пока мы идем в шкину? Думаю, так я подожду Сайори, я съем свою порцию, вот что я думаю. Мне кажется, что Сайори будет плохо, если она подумает, что я жду ее, поэтому я взял миску с своей порцией и начал есть. Как только я закончил, я положил пластиковую вилку для Сайори и заметил, что я бежал вниз по лестнице. Она все никак не могла засунуть рукава в рубашку. У нас осталось время на еду? Да, конечно, ты поешь, пока будем идти. Ой, блин. Блин, мне нравится этот звук. А-а-а! А у меня наушники разряжаются. Так, в общем, будем, буду играть, пока наушники не сядут. Ты почему меня не подождал? Я подумал, что тебе будет плохо отмыслить, что ты меня тормозишь. А-а-а, думаю, ты прав. Блин, она не обиделась, ребята, это профит. Но было бы здорово поесть вместе, пусть даже и набегу. Я уже привыкла к перекусу. Блин, надеюсь, они повесятся от моих выборов. Набегу. Но когда я ем вместе с кем-то, это намного веселее. Господи, я опять не тот выбор сделал. Да нормальный выбор, не опять основа. Пока мы шли в школу, Сайори не отвлекалась от еды. Она не особо разговорчивая. Мы найдем лишь через пару минут. Наверное, я успею задать вопрос. Так, эй, Сайори, так, что такое с твоим бантиком? Все хорошо, ты ждешь свой день рождения. Нет, с бантиком что? А? Что ты имеешь в виду? Он у тебя немного покосился. Вовсе нет. Я где-то две минуты пыталась поставить ее на место и... Ты меня подкалываешь, что ли? Блин, я бы не отказался жить с такой сестрой, как Сайори, ребят. Ставь лайк, если тебе нравится Сайори. Да, я тебя подкалываю. Это жестоко, гусарский презик, не надо так. Ладно, ладно, я даже не сказал, что у тебя не так с чулками. А что с моими чул... Ой. Гусарский презик. Тебе так весело подкалывать, что пиздец? В любом случае, так. Ты ждешь твой день рождения? Что такое у тебя с бантиком, похожим и пришли? Не, я буду все спрашивать. Ты ждешь твой день рождения? Да, очень. Моника сказала, что в клубе готовить нечто особенное к этому дню. Ты в курсе? Можешь сказать мне все подробности? Эм, по правде говоря, я впервые об этом слышу. Я даже не знал о том, что я там что-то планирую. Ну, может, я бы разболтал. Все хорошо. Наверное, Моника знала о том, что ты проболтаешься. Надеюсь, там будут кексы. Нацуки печет самые лучшие кексы на свете. Я уверен, что там будут кексы. Если бы они что-нибудь планировали, то без них дело бы не обошлось, согласись. Кексы это все, что мне нужно, чтобы день был веселым. И еще было бы здорово, если, ну знаешь, если мама с папой придут домой. Еще не привыкли к тому, что им надо звонить? Не совсем. Я буду практиковаться, пока не привыкну к этому. Так оно и будет, не волнуйся. Так, в любом случае, а что у тебя... А можно еще раз про бантик спросить? Эм, гусарский пейзик, все хорошо? Ты у меня это уже спрашивал. Разве? Да, именно, блин. Прикольно обыграно. Похоже, я не выспался. Все нормально, я не прекращаю быть сонной, пока мы не дошли до школы. Так, а все хорошо ли? Да, а ты имеешь в виду, чем я занималась в прошлой ночи? О, а чем же она занималась в прошлой ночи? Это уже интересно. У тебя что-то на уме, верно? Блин, да. Можешь рассказать мне? Нет. Саюри. Эм, ну а потом поговорим хорошо. Я расскажу тебе, мне просто надо подумать, как это лучше выразить словами. Обещаешь? Ты же не забудешь рассказать мне, верно? Я обещаю, что расскажу тебе честное слово. Ладно, думаю, на сегодня достаточно. В любом случае, по-моему, пришли. По дороге в школу Саюри сложила свою пустую миску и вилку в мусорное ведро в двери. Мы сказали друг друга еще увидимся и разошлись по классам. Че так печально? Прям вот. Взяли и как в море корабли, а? Трудно сосредоточиться на занятиях, пока у меня на уме совсем другое. А что же у тебя на уме? Гусарский презерватив. Неужто девки распутные? Думаю, на этом уроке сейчас идет повтор прошлой темы, так что нет, ничего страшного в том, что немного отвлекусь. Я просто не могу выкинуть все царапины на руке Саюри из головы. Я знаю, что ей больно из-за той катастрофы, и я постарался поднять ей ее кожаное настроение, но самобичевание? Мне больно от одной мысли об этом. Мне больно от одной мысли об этом. Как только я познакомился с Юлей впервые, она втайне от всех резала себя ручкой, потому что она от этого получает удовольствие. Потом основали клуб, и мы там говорили о чем угодно. Она всегда смущается при мне, но она объяснила это тем, что ей так лучше. С этого момента она не перестала это делать, но начала делать это чаще. Все ее друзья в клубе не спускают с нее глаз. Но я не рассказал об этом Саюри. Проблема в том, что она делает это не так часто, как Юри. И не настолько глубоко, что ли. Ничего, если это останется между нами. Как мне заставить ее остановиться? Юри делает, потому что ей от этого хорошо. Но Саюри мне еще ни разу не рассказал о том, что ей от этого хорошо. Она же не думает плохо о себе, верно? Черт возьми, откуда мы знаем, как она думает о себе? Я не могу думать об этом. О чем же ты можешь думать, главный герой? Я люблю Саюри. Я рад, что мы можем помочь ей тогда, как она нуждается в этом. Я рад, что она стала частью моей семьи. Я правда рад видеть ее каждый день. Если ей понадобится помощь, то я помогу ей. Урок еще не закончился. Может, я смогу расставить все мысли по полочкам, если по-быстрому напишу стих? Блин, опять синий писать. В литературном клубе все пишут стихи и делятся ими друг с другом. Так мы узнаем друг друга получше и перестаем стесняться. Мы зачитали свои стихи на школьном фестивале. Зрители остались довольны, но это было жестко. Никто из новичков не захотел вступить к нам. Может, в другой раз? Думаю, они сами не знают о том, что теряют. В литературном клубе не настолько скучно, как они думают. В общем... Постой, а что там было написано? Какой текст какой-то сам бежит? Самое страшное. В общем, чтобы не облажаться, мы согласились на то, чтобы писать стихи лишь тогда, когда почувствуем вдохновение. Посмотрим, что у меня получится перед переменой. Вдохновение перемены, ребят. Давайте посмотрим. Ух ты. Так, авантюра. Расхваливать. Постойно тоже, что ли, радуется? Клетка. Постойно. Они обе могут радоваться. Чувствительность, вихрь, творчество, щенок, обояние, аромат, радость, печаль, контент, искажение. Черт возьми. А несколько человек радуются сразу. Я хочу для Моники писать стих. Мечта. Обещ... Обещ... Блин. Увековечить. Пышущий. Сущность. Пусто... Блин. Покупки... Моника. Блин. Блестящие сердечные шрамы. Господи. Прижаться. Скудный кофе. Моника любит кофе. Экстраверт. Судьба. Громкий. Блест, сука. Пугающий океан. Секретный. Чет победа или нет? Волосы, волосы, надежды, щеки падают. Ужас. Выбираем ужас. Блин. Так я... Я так отвык от этих стихов. Тихов. Прозвенел звонок, я заводил. Закончил свой. Стих закончил. Я шел к выходу в коридор. Гусарский презик. Ох, это Моника. Не думала, что встреча тебя здесь. Это Моника, президент литературного клуба, членами которого является, или являемся мы с Саюри. Она в том же классе, что и мы, но еще она очень талантливая. Она занимается спортом, основала свой клуб. Почти, самая хорошая оценка, играть на пианино, да и вообще популярная личность. И что самое интересное, эта звезда класса стала моей подругой в клубе. Она считает меня равной себе. Это просто прекрасно. Эй, Моника, пойдем с нами на обед. Прости, я сегодня не могу. У меня встреча с Нацуки, ее надо кое-чему научить. Нацуки одна из членов нашего клуба. Она недавно вступила в клуб, но она увлекается литературой и сочиняет шедевры о время клубной деятельности. Любит читать мангу. Я лучше фанатом манги-аниме, легко могу найти с ней тиму для разговора, что удивительно. Хорошо, что она... Блин, Монике не нравится, что я сейчас говорю о Нацуке. Она стоит такая, типа, господи, он опять о ней триндит. Хорошо, что она основала свой клуб, поскольку ее одноклассники нелестно отзываются о ней, а дело доходит до ее увлечения. Не будем говорить о ее делах дома. Говорить об этом в клубе что-то вроде табу. Э-э-э, я не хочу пропуск! Э-э, алло, стой! Остановись! Так. Сейчас я прочту. А еще... Так, сейчас я прочту. Сейчас я прочту. Блин, а где? Так, я не буду говорить о ее делах дома, мы знаем об этом. Согласно слухам, мать умерла, когда она была совсем юная, у нее было три старших брата. Если это правда, то ей, наверное, было трудно жить среди одних мужчин, вне зависимости от того, причиняя ли они ей боль или нет. Но говорят еще, что ее родители развелись, а отец поддерживал их, не имея постоянной работы. Я слышал еще то, что вы ждали появлению отца. Но это был я, Дио. Постойте, это Дио Брандо, что ли, из Жо-Жо? Но мне не нравятся слухи, особенно те, которые задевают чью-то личную жизнь. Жо-Жо! И деревянная маска! На одно при жизни, нацуки мы знаем точно. СОНО ЧИДО САТО МЕ! Слушай, прости за все это. Ничего, если мы все это пропустим? В смысле, ты и так все знаешь про нацуки? Нет, ну как, почти. Нацуке было трудно достать нормальную еду. Какой бы ни была причина этому, ясно одно. Ее отец не приносит еду домой. Он даже забывает о том, чтобы дать ей денег на еду. И пока мы об этом не узнали, она голодала на протяжении нескольких дней. Никто ничего не предпринимал. Не могу сказать точно, что знали об этом ее одноклассники. А если знали, то специально не помогали. Мы думаем, что она маленькая из-за недоедания. Но Сайори рассказала мне о том, что она прочла про задержку взрослений. Наверное, если бы она ела здоровую пищу, типа пицц и бургеров, то она бы стала прекрасной леди в полном рассвете сил лет и большие сиськи выросли бы. Но разве не странно ли то, что я и так считаю ее красивой? Я не имею ввиду то, что она милая. Я думаю, что она такая же красивая, как Моника или Сайори. Я и согласен. Пусть даже она не самая умная в клубе. У нее хорошо развитую ум. Что не дано детям в ее возрасте. Но все же я знаю, что она завидует Юре. Ведь ей досталась фигура взрослой женщины. Поэтому, если она хочет вырастить и походить на чью-то маму, то я надеюсь, что она достигнет желаемого. А еще она хороший пекарь. По крайней мере, в клубе все знают про ее кексы. Они и вправду лучшие. Я не знаю, ребята. Нормально, что я это читаю? Надеюсь, что да. Пишите в комментах. Нормально, что я так вот сел читать. Поэтому Сайори очень сильно ждет кексов от Нацуки на свой день рождения. Я в этом уверен. Она обожает их печь. Пусть даже не признает этого. Думаю, она сделала себе парочку сладостей. Полноценное питание это не заменит. Но это лучше, чем оставаться голодным. То есть на кексы ингредиенты были, на еду нет. Как так? Узнав о ее проблеме в клубе, мы скидываемся ей на еду. Она еще говорит так, будто не признает нашу милосердие. Думает, будто мы ради нее готовы уйти в грязь с лицом. Но, по правде говоря, она ничего не дает взамен. Судя по ее тону голоса и стилю письма, она нам очень благодарна. Может, все еще продолжается. Сколько ты еще намереваешься рассказывать перед ее представлением? Впрочем, у всех свои недостатки. Подросткам довольно трудно расплачиваться за еду. Мне плохо от одной мысли о том, что она иногда опаздывает на обед или пропускает его. Она сказала, что даже не возражает. Она говорит что-то в стиле. Я довольно много времени протянула без еды. Ты что могу еще пропустить? Но я думаю, что от этого нам же лучше. В смысле, я понимаю, что она что-то добивается. Но разве ей не понравилось возвращаться к голодовке после того, как она что-то есть почаще? Мы с собой еще держим какую-нибудь еду, чтобы она себе там не испекла. Мы держим при себе и конфетку, или протеиновый батончик. А мы собираемся вместе легко понять, почему у нее иногда кислая мина. Плохое обращение в семье, странные друзья, милые увлечения, которыми она не хочет делиться пустой шелудок. Но каким-то образом, пройдя через все это, она еще умудряется улыбаться. И она сама к нам обращается. Если кто-то из нас жалуется на издевку, она тут же идет надирать задницу обидчиком. По другими словам, она хороший человек, пусть даже такое ее не устраивает. Хох, кончилось. В общем, да, я поведусь несчастной уроке. А да, все нормально, увидимся в клубоке. Хм? Я думала, что вы с Саюри сегодня не придете. По крайней мере, она мне об этом сама написала. А, у нас нет планов на... Мой телефон уведомил меня в новом сообщении. Саюри сказал мне, что она не пойдет в клуб, и она хочет, чтобы я пошел с ней. О, теперь я понял. Да, она сказала, что плохо себя чувствует. Ничего плохого не произойдет с того, что вы уйдете. Так у нас будет шанс на... Пытаешься что-то вспомнить? Что-то вроде того. Минуточку. Получается, вы что-то готовите к дню рождения? Наверное. А что будет дальше, ребята, вы узнаете в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Я пошел есть. Всем пока. Разъявите кнопку лайка. Не забудьте, это важно.